МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы все ждали этого момента. Central Asia's Got Talent. Вновь на ваших экранах. Пристегните ремни, мы начинаем! С вами дневники второго сезона Central Asia's Got Talent. Мы находимся в одном из самых красивых городов Казахстана, духовной столицы тюркского мира – Туркестане. Именно здесь пройдут все этапы нового сезона. В этом году наш проект еще круче, эмоциональнее и масштабнее. Пять стран. Тысячи участников. В 2019 году известный на весь мир британский проект Got Talent впервые собрал таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Заявки подали десятки тысяч участников из Центральной Азии. Это было беспрецедентное шоу. Победитель первого сезона проекта Central Asia's Got Talent. Обладатель любви миллионов и десяти миллионов тенге. Кто это? За кого в процентном отношении больше всего проголосовали жителей всех четырех стран. Это... Чуршан Байалаватов, Таджикистан! Я не знаю, что сказать, но я хочу сказать первым спасибо тем, кто болели за меня, отправили смс, голосовали. Спасибо моим родным, моей маме, моим родным, что они все здесь. Благодарю вам. Я очень люблю вас. Я вас всех люблю. Всех люблю, кто за меня голосовал. Таджикистан! Бапеш! Азон! Я очень хотел, очень мечтать участвовать в нем. Узнать мнение жюри, что думают обо мне. Должен ли я петь дальше? Этот проект не похож на других, как бы. Это очень масштабный проект. God Talent известен не только в Британии. Десятки стран по всему миру запустили франшизу проекта по поиску талантов. А Central Asia's God Talent уникален тем, что объединил на одной сцене участников сразу из нескольких стран. Я думаю, то, что отличает Central Asia's God Talent, так это то, что вы объединяете четыре страны с очень особенными и уникальными талантами. И вы впервые показываете эти таланты не только для населения этих стран, но и, я надеюсь, для всего остального мира. Наши английские коллеги это подтверждают. В том виде, как проходит Central Asia's God Talent, это впервые в мире. И всегда сложно быть первым. Впервые за всю мировую практику проекта God Talent все конкурсанты собрались в одном городе для участия в съемках. Некогда в древности здесь, в одной из крупнейших узловых точек Великого Шелкового Пути, собирались торговцы, ремесленники, артисты всех жанров. Так и сегодня Туркестан принимает волну талантов, большую съемочную группу проекта, новых зрителей и болельщиков. Это Аккенже Алимжан, актриса и ведущая шоу Central Asia's God Talent из Казахстана. Она болеет за каждого участника и наверняка пропустила бы всех. Но по правилам шоу у нее в запасе лишь одна золотая кнопка, которая отправит участника сразу в полуфинал. Алиша, ты молодец! Ты просто выступила блестяще! Чтобы сполна ощутить все эмоции и окунуться в колорит каждой культуры, с нами будут ведущие из всех стран-участниц. Узбекистан представляет телеведущий Бекзот Абдусамадов. А это Зарина Рахими, ведущая из Таджикистана, диктор телеканала Софина и главный редактор программы «Доброе утро, Таджикистан». Круто, молодцы! Вот такие крутые! Участников из Азербайджана поддерживает заслуженный работник культуры, ведущая телеканала Хазар Лейла Гулиева. Когда ты волновалась, мы здесь прям все тоже, знаешь, переживали вместе с тобой. А телеведущего и шоумена Эркина Рыскулбекова вы помните еще по первому сезону проекта. В этот раз посол доброй воли Юнейц также будет поддерживать участников из Кыргызстана. Это огонь! Это невозможно передать! Продюсерские прослушивания по традиции прошли во всех странах-участницах. В этом году мы получили тысячи заявок от людей из разных городов, разных возрастов и с совершенно различными талантами. Поэтому для удобства участников в новом сезоне проекта «Central Asia's Got Talent» заявки принимались через приложение «Айду». Казахстанцы, как и в прошлом сезоне, прошли кастинг последними, поэтому отбор был жестче, чем в других странах. Ведь трудно, отсмотрев тысячи выступлений, удержаться от фразы «это мы уже видели». Но кастинг-команда смотрела в оба. Мы уверены, мы не проглядели ни один талант. Бывают такие участники, что они делают невероятные гибриды, и ты просто понимаешь, что, боже мой, творчество не имеет границ. В этом году главный приз проекта составляет 10 миллионов тенге. Это 250 миллионов узбекских сумм, что также равнозначно 2 миллионам кыргызских сомов, или же 270 тысяч таджикских сомоний. В этом году к борьбе за главный приз проекта, 40 тысяч монат, присоединились азербайджанцы. Так что теперь конкуренции будет еще больше. А значит, судьям и вам, дорогие зрители, предстоит сложный выбор. Друзья, ну мы сейчас находимся в конгресс-холле города Туркестан, практически новый, отстроенный. Ну и как большая часть этого города, великолепный зал концертный и для конгрессов. Но великолепен он еще тем, что сегодня здесь практически уже отстроены все декорации проекта «Central Asia's Got Talent». Мы видим и сцену, соответствующую всем мировым стандартам. На этой сцене выступят те, кто прошел два этапа прослушивания. Первым из них был онлайн-кастинг. После команда проекта объездила все страны, которые принимают участие в шоу. Продюсерские прослушивания прошли в Тушанбе, Ташкенте, Бишкеке, Баку, Алматы и в Туркестане. Здесь же проходит и следующий этап – судейские прослушивания. Следующим шагом станет делиберейшн, во время которого жюри определят полуфиналистов проекта. А дальше решать судьбу участников будете вы. На этапе полуфинала открывается зрительское голосование. Но до этого нас ждет еще много эмоций. Слез радости, горечи поражения и чистого искреннего восторга. Если честно, для меня каждый номер производит впечатление. Бывают такие моменты, что не верю глазам. Ну, на самом деле, очень волнительно. Последние приготовления здесь, на этой сцене. Ух, я прям чувствую, что вот эта энергетика передается и мне. Но я желаю удачи каждому участнику. Камеры спрятаны даже между черными тканями. Поэтому за вами наблюдают десятки объективов и еще четыре жюри. Каждый из участников увидит разных судей. Основной состав жюри. Казахстанский продюсер и ведущий. Генеральный продюсер проекта Central Asia's Got Talent Серик Акишев. Узбекская актриса, певица и участница команды КВН Азия Микс Ситора Формонова. Обаятельный блогер Гербулат Жанабылов с 7-миллионной аудиторией в Инстаграм. Нововведение второго сезона. Четвертое судейское кресло займут приглашенные члены жюри от каждой страны. Они смогут оценивать только своих соотечественников. Познакомимся с ними. Азербайджанская актриса, танцовщица и хореограф Оксана Расулова. Ну, я думаю, что он очень хорошо справился. Солисты популярной кыргызстанской группы «Нон Стоп». Чоупон Талиббек и Максат Садербеков. В целом, это был хороший номер. Народный артист Таджикистана. Актер театра и кино Ало Вуддин Абдуллоев. Который уже имел судейский опыт в первом сезоне «Central Asia's Got Talent». Удачи вам, спасибо вам за ваше выступление. Наполнили весь зал. Ассаламу алейкум. Мы очень рады, что находимся здесь. Мы впервые в Туркестане. Мы впервые в культурной столице Туркского мира. На самом деле, в предвкушении. Совсем не чувствуем усталости. И надеемся увидеть очень много ярких номеров. Каждая в «Центральной Азии» талантов, но не все показывают таланты. Все-таки очень одаренный у нас народ живет на Востоке. И очень много талантливых людей. Ну вот те 4 икса, которые не хотел бы ни один участник, чтобы они загорались. Но и самое главное. Вот он, тот самый главный стол с теми главными кнопками. Конечно, красная кнопка означает, что участник покидает игру. Но здесь есть другая заветная кнопка. По условиям нашего проекта, если участник получает золотую кнопку, это означает автоматическое попадание в финал. Да, попасть сразу в финал – мечта любого участника. Сразу видно, как сильно ведущий от Туркестана болеет за участников. На эмоциях добавил дополнительных возможностей золотой кнопки. Но даже если участник ее получит, побороться все равно придется. Потому что золотая кнопка пропускает только в полуфинал проекта. А это уже неплохая фора. Наши судьи уже соскучились по этим неповторимым эмоциям. Субтитры создавал DimaTorzok в серб больших прослушиваний полуфиналов и финала. И самое главное – это еще большее количество стран-участников, что, соответственно, дает большее количество талантов и большую выборку. И крутой контент для наших зрителей. Не обошлось и без сложностей. Несмотря на тщательную подготовку и усилия огромной команды администраторов, погодные условия, задержки рейсов и другие нюансы заставили некоторых участников понервничать. Но настроя на победу никто не потерял. У Калины есть девиз! Никогда не падать вверх! Наши родители приехали раньше, и они пришли болеть за нас. Вот мы наконец-то приехали. Мы очень рады. Дорога была, конечно, долгой, но везде есть свои плюсы. Дети еще больше сдружились. Некоторые из них впервые в жизни полетали на самолете, и для них это было что-то нереальное. Столько людей в автобусах, столько времени. Мы, например, с Самарканда сначала в Ташкент ночью выехали, и в Ташкент утром доехали. И сразу же опять в автобус сели и опять поехали. Встала. Наш танец готовился три месяца. Последний момент, когда был последний день кастинга, я вечером всем написала, все быстро собрались, и мы буквально за час, наверное, вечера собрались. В 11 часов вечера я написала всем, собрались. И утром на следующий день мы приехали на кастинг. Да, дорога была сложноватая. Было три пересадки. Вообще за мою жизнь гастрольную. Вот перелет с тремя пересадками, это, наверное, впервые вообще в моей жизни. Но я сюда очень хотела попасть. Мне помогали с билетами моя башкирская государственная филармония. Обратилась в Министерство культуры Республики Башкортостан. И мне помогли, в общем, проспонсировали мою поездку, потому что для меня это достаточно дорого было. Билеты дорогие, тем более они с пересадкой идут. Это был очень долгий путь. Очень много документов и всякие такие штучки. Мы три самолета садили в три самолета. Но мы сейчас заряжены энергией, так что все хорошо. Мы сейчас. Среди участников есть и те, кого мы видели в первом сезоне. Мы с Полиной участвовали в первом сезоне Центра Лазия Го Талленд. Прошло два года. И когда мы узнали, что стартует второй сезон, конечно же, мы с удовольствием захотели принять участие. Но принять участие уже в большем составе, потому что за эти два года произошло достаточно много изменений. Наша команда стала шире, больше. Решение судей и голоса зрителей, очевидно, только подстегнули их не сдаваться и попробовать свои силы вновь. Шоу дало нам хорошую мотивацию, хороший толчок. До этого мы и не знали, что у нас есть такие грандиозные, такие масштабные проекты, где каждый желающий может принять участие. В первом сезоне у меня трида было. Потом на второй тур, не знаю, опоздали. В прошлом году были дядя Нурлан, Ситорочка, Аллаудин Ампулоев и Бульнур. В этом году я еще не знаю, кто что. Дядя Нурлан, он мне нет, сказал. Я думаю, что вот в этом году именно он тоже будет один из членов жюри. Но оказывается, если будет, так будет классно. Если нет, то жалко. Да, я еще раз хотел доказать, что я могу, я достоин, чтобы он мне сказал «да». Перед ними стоит нелегкая задача, ведь судьи и зрители уже имеют представление, чем эти участники могут удивить. Так что придется постараться. Три, два, один! На наш взгляд, такого шоу, какое мы постараемся показать, в Бишкеке точно не было, в Кыргызстане тоже не было. Я думаю, шоу получится наше вполне такое вау. Это лишь начало пути. Впереди еще три этапа и несколько месяцев упорной борьбы. Победителя выберут зрители. Кто же станет обладателем 10 миллионов тенге и звания самого талантливого человека в Центральной Азии? Увидеть все выступления вы можете на площадке iTube, а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркистан ТВ в Казахстане, телеканал «Сафина» в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, телеканал «Севимли» в Узбекистане и «Хазар ТВ» в Азербайджане. Не пропускайте дневники проекта каждую неделю. Мы проведем вас за кулисы и познакомим ближе с участниками второго сезона «Сентрал-Азиас Гатт Тэлэнд». Я голос буду беречь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!